Первый домашний матч сезона и пятая победа подряд волейболисты Локомотива накануне принимали Красноярский Енисей в рамках предварительного этапа Кубка России. Хозяева и выиграли уверенно и на послематчевой пресс-конференции на вопросы отвечали убедительно. Если вы не знаете, как в волейболе играют между собой фаворит и аутсайдер, то матч Локомотив-Енисей станет наглядным пособием. Новосибирцы вышли на игру далеко не основным составом. Дражин Луберич еще не вернулся из сборной, а Илья Скуркаев, Сергей Савин и Денис Черейский остались в запасе. Несмотря на это, железнодорожники уверенно выиграли стартовую партию 25-15, а канадец Джон Гордон Перин впервые вышел на площадку в составе Лока. Второй сет лучше начали гости, которые понимали, что это единственный шанс зацепиться за матч. А вот игроки Лока напротив играли в расслабленном режиме и включились лишь в середине партии, что не помешало ее выиграть 25-21. Третий сет превратился в формальность, с которой железнодорожники справились без проблем. Выиграли сегодня в основном за счет подачи нашей, которая сделала разницу. Думаю, что 7-0 по эйсов было в нашу пользу. И, конечно, немножко перевес на блоки, хотя и там могли бы сыграть еще лучше. В чемпионате железнодорожникам нужно попадать в финал шести по итогам регулярки. Времени на дистанции турнира достаточно, а вот Кубок страны более скоротечный. Первый этап Локомотив пока проходит без осечек, а главным испытанием на этой стадии станет домашний поединок против Кузбасса. Поменял связующий в первую очередь и добавил диагональный другой стал. Поэтому, я думаю, и тренер, и каждый тренер видит команду по-своему и строит работу. Поэтому, я думаю, Кузбасс в этом году будет другой по сравнению с тем годом. Но я думаю, что он такой же остался сильный и принципиальный соперник для нас. Поэтому будем стараться и выиграть его сразу здесь, на Кубке. Матч между главными претендентами на первое место в группе состоится в ближайшее воскресенье. А до этого новосибирцы сыграют с Газпромом Югрой и Самотлором. Все матчи группы принимает Локомотив Арена.